В сфере контроля за перевозками нужны реформы. Специалисты подготовили свои предложения, что именно необходимо менять. Напомню, большая встреча перевозчиков, руководителей установочных центров и экспертов тахографии прошла в рамках форума «Транспорт Сибири». Когда и за счет чего на российских дорогах станет безопаснее, расскажет Николай Сальников. Руководители хотят нормальной жизни, хотят нормально отдыхать, хотят нормально получать за это деньги. Они далеко не хотят быть рабами своих владельцев, владельцев транспортных средств, которые загоняют водителей в такие условия, когда им нужно работать максимально, с их точки зрения, максимально выгодно и ездить до точки А, до точки Б с минимальным временем. Водители в открытой дискуссии признаются, что нарушают режим труда и отдыха не в силу уникальных физических возможностей, а из-за нездоровой конкуренции. Я считаю, что владельцев способен 12-13 часов ехать за рулем без отдыха, и что с этим делать? У меня напоминает другой еще вопрос, о том, нужны ли ремни безопасности. Вопрос, когда задаешь таксисту, почему не пристегнулся, он говорит, а езжу хорошо, езжу аккуратно, и ничего со мной не будет. Значит, как показывает практика, не пристегнувшийся человек в машине способен убить всех остальных. Так и человек, который внезапно засыпает на дороге, а все мы здесь взрослые люди. И каждый из нас наверняка ездил по многу часов за рулем. И понимает, как это иногда бывает, что ты засыпаешь, и на самом деле этот момент тяжело очень уследить. Законопослушный перевозчик просто не найдет клиентов, потому что не сможет гарантировать высокой скорости доставки. Фактически, сегодня правила рынка диктуют как раз те, для кого прибыль важнее собственной и чужой безопасности. Основные причины – слабый контроль на дорогах и сверхнизкие штрафы. В любой стране мира, если взять даже Европу, нарушение режима труда и воздуха карается крайне жестко. Любой инспектор, остановивший грузоперевозчика на дороге, достаточно нажать ему кнопочку, и на чеке, который выходит, есть информация о том, нарушал ли режим трудового дня водитель или не нарушал. В Европе около 2000 евро штраф за нарушение. У нас же все это исчисляется, по-моему, полутора тысячами рублей, что, как вы понимаете, тоже не может быть неким элементом воздействия на дисциплину со стороны водителя. Эксперты предлагают разработать систему мер для обеспечения неотвратимости наказания. Другая задача – увеличить штрафы до уровня, сопоставимого с тяжестью нарушения. Отдельное внимание – защите тахографов от механического и программного проникновения. Полный список предложений поступит в Госдуму и Федеральное правительство уже в ближайшее время.